Вот, всё медленно, всё как-то печально, как-то всё под серым небом, музыка пронзительная, да. И вот это всё совершенно... Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал, или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Вообще офигенно, конечно. Он, может быть, был Ван Гогом в мире техно? Нет, он был Малевичем в мире техно, скорее. Малевичем? Да. Он сводил всё это к элементарным частицам. Я просто пытался... Ты включил там это, типа, снимает? Да. Хорошо. Я пытался тут посмотреть, когда летел в самолёте Ван Гога, где играет Вильям Дефо. А, я думал, ты пытался картины посмотреть. Нет, нет, нет. Такой типа, посмотрю картины в самолёте. Чем заняться в самолёте? Пытался посмотреть картины. Нет, я пытался посмотреть... И меня хватило, короче, на пять минут. Если что, фильм снят так. Половина снята от... Ну, как обычное кино. Причём они все, конечно, разговаривают на французском. А половина снята от лица Ван Гога. И это самые стрёмные. Потому что вот там есть момент, когда вот мы от первого лица, он подходит к женщине и говорит, можно я вас нарисую? И она так на него смотрит. Ну, как смотрела бы женщина в то время, если бы странный мужик в шляпе подошёл к ней и сказал, можно я вас нарисую? Потому что он ебанутый. И она так на него смотрит. И это прям такие стрёмные моменты. То есть я посмотрел, посмотрел, думаю, не, не, я не настолько готов погружаться в жизнь Ван Гога. Я просто почему его вспомнил? Потому что там вначале есть история, когда ему владелец местного папа говорит, снимай свои картины и выкидывай их нахер. Ты обещал, что вот здесь будут висеть картины, люди будут приходить их смотреть, а ты какую-то херню приносишь, да, никто ничего не смотрит и ещё место занимают. Типа, давай, забирай и уезжай. И он едет вот с тачкой, там вот эти вот картины сложены. Каждая сейчас по 300 миллиардов стоит, наверное. Как история, как с нашим подкастом. Он тоже стоит 300 миллиардов. Пока нет. Всем привет, дорогие слушатели, зрители, смотря кто как относится к нашему подкасту. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в гостях Юрий Сопрыкин, два. Неплохо. Возвращение Юрия Сопрыкина. Юрий Сопрыкин наносит ответный удар. Юрий Сопрыкин наносит ответный удар. У нас очень интересно прошёл прошлый выпуск, прошлый подкаст. И мы обещали встретиться вновь. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, очень было приятно. И вообще всегда рад вас видеть. Мы так и назовём выпуск. Юрий Сопрыкин наносит ответный удар. Ну это круто, Андрей. Это круто, да. Ты как-то присоединишься. Нет, ты всё сказал. Тимур, ты очень хорошо говоришь добрые слова. У меня они вот плохо получаются. Когда ты говоришь доброту, сразу прям на душе становится тепло. Я абсолютно честно. Поэтому ты задал атмосферу. Теперь я могу говорить про фильмы, да? Ну, так, для начала, мы тут за кадром пообсуждали. Юрий рассказывал, что он посмотрел документальный фильм про детройтское техно. Ты рассказывал про то, что ты посмотрел фильм про... Про Ван Гога. Я сказал, что я не смог посмотреть фильм про Ван Гога, что он начал смотреть и такой, типа, я не смогу это смотреть. Вообще, в целом, нет такого, что вот эти фильмы, которые так узко жанровые, да, про создание определенных жанров, они в целом, ну, немножко скучноваты всегда? Нет. Есть пример. Ну, я помню только про Студжа, что снял Джим Джармош. Нет, я подумал сейчас, что действительно, вот как можно интересно снять фильм про Ван Гога, ну, вообще про человека, у которого главная драма происходит в голове. Ну, то есть, ну, как бы, жизнь его может быть бедна событиями, но если не считать ухо, да, то все остальное, это какая-то... Да и то сильно преувеличенная история. Да, да, значение уха сильно преувеличено, все остальное какая-то рутина, а, как бы, внутри его происходят какие-то озарения и взрывы, и вспышки, и радуги, следы которых ты, ну, как бы, ну, очевидно, это самое интересное есть. Ну, вот, не знаю, Тарковский пытался про Рублева снять, ну, получилось, наверное. Это главная проблема, когда пытаются снимать про известных ученых и вообще, когда про ученых. Ты оказываешься, ну... Актер должен морщить лоб. Да, проблема состоит в том, что тебе нужно передать ощущение, вот это вот ощущение неспокойства и желания двигаться вперед, находясь абсолютно статично. То есть ты в голове там разогнался до 300 километров в час, то есть у тебя болит, летит, ты там на поворотах, у тебя что-то отрывается там, все горит, ты такой, да, нет, надо дожать. А выглядит это так. Да. И так два часа. И поэтому все обычно проваливаются в две разные истории. Первое. Рассказывать, что у кого-то поехала крыша, да, ну, как вот про этот, игры разума. Да, то есть там вся история Джона Нэш превратилась в историю такую, типа, вот у человека совсем плохо, плохо с головой. Либо пытаются, это всегда вот видно по сценаристам, я иногда думаю, что их надо просто чаще бить. Они сейчас бастуют. Рад за них. Настоящие сценаристы. Рад за них. Надеюсь, они все будут уволены и начнут работать в KFC. Вот. Вот это да. Ничего себе, да? Вот. Потому что вторая история, в которую они сваливаются, это они придумывают какую-то дополнительную линию и делают ее основной. То есть там типа, ну, вот пусть будет у него там... Отношения с племянницей. Отношения с племянницей. История преодоления чего-нибудь. А вот там уж там, что он там сделал, ну, там долго объяснять, короче, неважно, не будем объяснять. И это всегда какая-то проблема, связанная вообще со всеми биопиками. Потому что, ну, вот про Джонни Кэша был хороший. Биопик? Да. Как он назывался по-русски? Вок-де-лайн. Вок-де-лайн. Но это документальный был? Нет, нет, нет. Я скорее говорю про документальное кино. А, это про документальное. Он-то был как раз типа художественный. Там этот играл. Хоакин Феникс? Нет. Кто играл там? Я не помню. Кто играл Джонни Кэша? Вот. Там хорошее было кино. А документальное, там та же самая проблема, как по ощущениям. Есть желание рассказать производственную историю, типа, как это все получилось. Да. Но в целом любой поступательный процесс очень скучный. Я как-то смотрел, вот еще когда был Netflix, такая штука. Там было про зарождение хип-хопа. Там вот очень, чувак очень подробно рассказывал про начало. Грубо говоря, откуда появилась идея, типа, читать что-нибудь вслух. Да. Он говорит, вот были присказки, вот такие, типа, у черных. И вот были вечеринки. И там диджей, значит, врубал бит. И пока вечеринка не началась, просто чтобы, типа, людям было не скучно, начитывал что-то в микрофон. Постепенно это крутилось-вертелось, превратилось в некий жанр. Ну, там сидит человек, говорит, я первый придумал засэмплить бочку. Вот сидит натуральный человек. Он рассказывает, я вот там играла пластинка, да. И они как сэмплили? Они покупали одинаковые пластинки. Там карандашиком цветным рисовали места. Вот он вставляет, у него крутится-крутится-крутится. Если он хочет, чтобы одновременно играл, он вставляет еще одну, запускает и эту переставляет. Понимаешь, да, у тебя есть два... Да. Вот. И он говорит, вот я такую штуку придумал. А потом я, говорит, придумал записать один из сэмплов. Мне показалось, что будет круто, есть вот эта бочка. И они придумали сэмплирование. Дальше там каждый рассказывает о том, какой он, пусть, маленький вклад внес. Да, там, например, там был смешный момент, когда он рассказывает, ну, как в какой-то момент у всех появились эти драм-машины, откуда? Да. Ну, там был райот в Нью-Йорке, когда побили кучу магазинов и вынесли кучу оборудования. И таким образом у людей появились, наконец, драм-машины. Кстати, я смотрел какой-то фильм. Кажется, у этого фильма, с фильмом про детройтское техно, один режиссер... Да. Есть такое ощущение, да? Чувствуется рука. Напомнил погромы, я смотрел какой-то фильм, и там, как бы, такой текущей линией были вот эти погромы в Нью-Йорке. И мэр Нью-Йорка, когда озвучивал проблемы этих погромов, он сказал, что это все западные силы устроили. Западного побережья? Нет, западные силы, так вот. Нормально. Прямо как у нас. А, иностранное влияние. Иностранное влияние? Иностранное влияние, да, не западное происходит. Иностранное влияние. Да, там, в том фильме. Итак, у нас сегодня рекламная интеграция от Aviasales, и это не ебучая география. Это другая история совершенно сегодня. Ну, тогда заканчиваем. Да, 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 нет, нет, нет. Мы просто, знаешь... Я не буду. Не будешь? Ну, типа, мы разобрали все интересные места. Сегодня мы поговорим про исследования, которые сделал Aviasales. У них есть журнал PSGR, они там публикуют какие-то исследования. Исследования у них очень простые. Давайте, честно, они там опрашивают. У них есть какая-то статистика по сайту, они опрашивают людей. Вот. И это исследование мне показалось интересным. По вот такой причине, потому что я регулярно езжу с детьми в отпуск, и возникает вопрос, когда надо покупать билеты. Вот. И там есть очень прикольная статистика, да, что если ты покупаешь билеты по России, если ты хочешь куда-то лететь, да, то надо за 3-4 недели. Вот. Вот. Тут написано 3-6 недель. Да. А если куда-то за рубежом, да, то в целом несколько месяцев. Вот типа за 2 месяца, за 3 лучше покупать. Это чтобы выгодно. Это чтобы было выгодно. Меня всегда поражают семьи, которые, знаешь, планируют свои отпуска, и вообще люди за год. И они говорят, мы там билеты купили. Ну, чем раньше, тем дешевле. 14 рублей перелет. Вот постольку купили. Там гостиница бесплатная. В 26-м году. Да. В 2126-м. 14 рублей, там гостишка бесплатная. Да. Все включено. Наши внуки полетят. Просто надо очень сильно заранее. Вот. Очень прикольная. Мне просто цифра очень нравится. Это круто, когда есть ответ в такой цифре. Это первое. Второе. Второй забавный факт. Это то, что я не знал, но такое слышал, что важно покупать, типа, когда ты покупаешь билет, да, вечером все обычно это делают. Важно за него платить. Это не только. Важно делать это, типа, днем, когда люди не смотрят, знаешь, чтобы тебе не мешали. А на самом деле это, короче, тоже неважно. В современных этих всех поисковиках вообще от времени дня ничего не зависит. Такое, помнишь, были в свое время приколы, когда нужно выпускать подкаст с утра, вечером, там, в 9 утра, в 9.30. Или вот это. Вот из этой же оперы приколы. Алгоритмы. Алгоритмы. Под алгоритмы подстраиваются. Под алгоритмы подстраиваются. Под алгоритмы людей. Так. Вот. И третья история, которая мне тоже показалась забавной. То есть, неважно, когда покупать билет. Неважно. Там, на самом деле... Но лучше днем. Ну, или... Не-не, давай. Но лучше за него платить. Вот такое. А третий, это показалось мне важным, это то, что нужно смотреть не только Москву. Да? Есть в смысле вылет не только из Москвы. Есть вылет из других городов, и это может оказаться тебе более удобным. Мне, понятное дело, нам из Москвы удобнее вылетать. Вот. Но вообще говоря, когда ты организуешь поездку, можно смотреть и другие города. Потому что, ну, такое бывает. Знаешь, если ты куда-то летишь, а сейчас еще перелеты там, 200 пересадок надо. Вот. И получается, что ты сначала должен до Москвы долететь, потом долететь до Дубая, потом в Аргентину, потом из Аргентины в Канаду, да. Из Канады ты летишь в Кейптаун. Ты из Темп хочешь написать, да, сейчас? Нет. О том, как семья покупает билеты. Ну, примерно так выглядит сейчас полет в Бельгию. Так. Примерно. Ага. Все, прилетел в Антверпен. Вот. Поэтому вот такие факты. С остальными можно ознакомиться у Авиасейлс в их журнале. И все ссылки есть. Авиасейлс – сервис по покупке дешевых авиабилетов. Это была не ебучая география, а другая рекламная интеграция от Авиасейлс. С сервиса покупок. Бля, а ты думал, это легко? Про документальное кино. Вот мы вспоминали сейчас Битфилмфест. У меня за... А может быть вообще вот мой любимый документальный фильм про каких-то творческих людей. Это фильм про американскую фотографиню Марту Купер. Которая всю жизнь снимала граффити. Я когда шел на него, я заранее проклявал все, потому что ну вот стрит-арт, ну это все-таки довольно герметичная вещь. Вот у вас был в гостях, кажется, Козак или Каптек. Да, Козак. Козак. Да. Вот. Ну нет, я испытываю уважение к людям, которые вот так вот серьезно упираются в какую-то... Ну в такую точку, такую. Например, везде налепить свое лого или свою фамилию, вот просто забомбить весь мир. Ну чувствуется величие замысла, что называется. Вот, но как-то, ну смотреть про это два часа, но еще и вот не сами стрит-артисты, а еще и фотограф. Бред какой-то. А это самый просто интересный документальный фильм, который я видел в жизни. начинается он с того, что в Берлине на станции метро значит, стоит какая-то бабулька, вот, ну, который явно едет там, не знаю, из овощного в, не знаю, в мясную лавку или что еще там может быть. Тут откуда-то выскакивают какие-то люди, начинают дико там подходящий поезд разрисовывать своими этими фломастерами. Она выхватывает камеру, начинает все это снимать, выбегает полиция, они все вместе с бабкой куда-то от этой полиции бегут. И, в общем, оказывается, что вся жизнь ее прошла примерно так, потому что, ну, как бы, она начинала снимать еще когда не было ни хип-хопа, ни детройтского техно, вот этих самых первых ребят, которые в Нью-Йорке в депо, значит, по ночам бомбили поезда метро, вот эти, которые знаменитые разрисованные потом ездили. Это все было вот абсолютно за пределами законности и правопорядка, их всех там ловили, сажали, и они от кого-то убегали, и так, в общем, какая-то жутко авантюрная история. Вот, а потом она как-то повзрослела, остепенилась, в общем, начала снимать уже что-то более такое нейтральное и мирное. Вот, и тут ее вызывают на какой-нибудь книжный фестиваль, допустим, в Гонконг, да, вот, и она приезжает в Гонконг, ну, а она уже вот, ну, как бы пожилая женщина, да, и там ее встречает какая-то толпа таких очень людей, таких вот всех вот, значит, на стиле, на расслабоне. Оказывается, значит, за то время, пока она снимала там какие-то кактусы или комнатные растения, она в мире стала невероятным культом, потому что она была единственным человеком, который вот снимал зарождение, собственно, стрит-арта, который снимал первые нью-йоркские граффити. И все это издано в каких-то многих глянцевых томах, и как бы она научила там многие поколения тому, как забомбить стену и так далее, сама она об этом ничего не знала. И у нее там в 50 или в 60 лет начинается новый виток карьеры. Как бы она, ну, как бы это все равно, как если бы там, не знаю, Джим Моррисон написал бы, ну, вот там, потом бы не умер, да, а просто начал бы писать, например, кантри, да, и у нее не было бы ни там, ни радио, ни телевизора, ни... И потом он вылезает из норы через 20 лет, и оказывается, на нее все молятся. Я просто знаю такую историю реальную немножко, я как-то брал интервью у немецкой группы Die Tottenhausen. Да, знаю такую. Ну вот, и это панк-группа немецкая, ну, что они собирают в Германии, ну, клубы, панки такие старые, выяснилось, что они, они говорят, мы очень удивились, когда нам там тур, тур, и вот мы едем в Латинскую Америку. И мы, говорит, приезжаем, а там стадион, полный стадион, наши фанаты в Аргентине. Вся Аргентина любит Die Tottenhausen. А мы, говорит, типа такие, хера себе, вот это сюрприз. Они даже не знали, вот очень прикольная история. Ну, сейчас такое невозможно, что ты не знаешь, что ты где-то популярен. Сейчас, конечно, нет, сейчас тебе напишут. Сразу? Сразу, сразу. И скриншоты пришлют, и фотки. Спасибо большое за то, что вы делаете. Я вырос на ваших песнях. Я вырос на ваших песнях, да. Помнишь, у нас была реклама сервиса Ясно? Ну, сервис Ясно, конечно, мы два раза об этом говорили. Это сервис видеоконсультации с психологом. И я, по-моему, первый раз, когда мы об этом говорили, мы говорили о том, что очень некоторые люди стесняются. И как раз-таки этот сервис удобен в том, что ты это делаешь как бы дистанционно. Я помню, мы первый раз это делали, я сам даже проходил. У меня был такой опыт. И второй раз мы говорили о безопасности. То есть многие люди не могут на это решиться. Такая онлайн-консультация с психотерапевтом, потому что они думают, что их данные сольют, или будет какая-то запись, видеозапись их разговора. Это тоже абсолютно безопасно. Ясно, достаточно полезный очень сервис. Да. Сегодня мы поговорим еще про другой совершенно контекст использования терапии, когда она возникает необходимость. Да. У меня есть знакомые, их несколько, у них истории разные. Поэтому я расскажу какую-то усредненную историю, чтобы никого не стригерил и никто там про это рассказал. Вот бывает, что ты в своей жизни пытаешься быть лучшей версией себя, пытаешься чего-то добиться и двигаешься вперед. И как мы… Вся моя жизнь. Вся твоя жизнь. Как традиционно нас учат? Что такое движение вперед? Это преодоление трудностей. То есть настоящего победителя трудности не останавливают, а даже закаляют. Это почти всегда, ну, правда, предположим, но есть проблема. Часть из этих трудностей, может быть, да, имеют отношение не к объективным препятствиям, которые можно победить, а непосредственно к твоим физиологическим ограничениям или психологическим ограничениям. Возможно, часть этих трудностей – это не трудности, которые тебе даровала природа, чтобы ты стал сильнее, а сигналы от тебя самого, от твоего тела, от твоего сознания, да, о том, что, братан, может быть, надо притормозить, а ты же препятствия преодолеваешь. Такое, ну, нормально, ничего, я сейчас и это преодолею. Да, и у меня есть несколько таких историй с разной степени грустности, да, когда человек, преодолевая вот эти препятствия, не видя, что это он на самом деле ломает себя, ломал себя. И там последствия были самые разные. От того, что человек это заметил, пошел на терапию, там, например, уволился с работы, поменял как-то свою жизнь, и как-то нормализовал, и теперь себя чувствует как человек, да, помимо преодоления в его жизни появилась жизнь. До более грустных историй, когда человек, в принципе, вынужден теперь сидеть на таблетках, и у него все гораздо сложнее, да, но хотя бы он вот живет, да, и он уже не может заниматься тем, чем он занимался раньше. Вот. И вот эта вот история про версию себя, и это вот эти звоночки, которые тебе поступают, когда ты начинаешь преодолевать и стремиться вперед, это такой важный элемент. Назовем это ментальные травмы. Ментальные травмы. От них никто не застрахован. Я к тому, что... Если ты, допустим, строишь карьеру какую-то в спорте, условно, в твои планы никогда не входят травмы. Да, но они будут обязательно. Но они будут обязательно. Это тот же, что любая работа над собой, она как бы обеспечивает какие-то издержки, сто процентов. Здесь ключевое, да, о чем мы говорим в этот раз, что нужно про это помнить, да, и обращаться к психотерапевту не только, когда ты уже в депрессии, да, когда уже прямо плохо, но, возможно, когда только появились первые звоночки, да. Возможно, надо не доводить травму до крайности, да, а попытаться ее оккупировать на каком-то раннем уровне, да, то есть пытаясь стать лучшей версией себя, не надо забывать про психотерапевтов. Вот такой простой посыл от Ясна. Да. Еще одна важная вещь, что ты, когда регистрируешься, алгоритм тебе подбирает специалист. Он посмотрит, ну, как бы, проблему, которую ты хочешь обсудить, полспециалиста иногда, это тоже важно, и время, которое для тебя удобно. Кроме этого, у некоторых специалистов есть видеовизитка, ты можешь просто посмотреть, как человек разговаривает и понять, да, подойдет он тебе или нет, потому что, ну, если даже все подошло, может оказаться, что по каким-то вещам вы не совпадаете. Так что вот. Я говорю, это полезная штука. С промокодом Куджи вы получаете скидку на 20%. Промокод можно привязать перед бронированием первой сессии. Вот так. Слушайте, а у меня вот такой вот вопрос. Значит, мы в прошлом подкасте обсуждали много там литературу конца 90-х, вот это вот все время, как все сформировало нынешнюю мораль и так далее. Вот я недавно, не первый раз я это слышал, сейчас это у нас совмещенная тема будет, не первый раз я это слышал, что когда-то там в конце 90-х, когда были проблемы с Борисом Ельцином, был некий соцопрос. Про Штирлиц? Да, да, да. Какой персонаж, типа, ваш там любимый? И там первое место занял Штирлиц, а второе место, по-моему, из места встречи изменить нельзя. Жеглов. Жеглов. Нет, там как-то было все сложнее, там обычно в таких соцопросах еще... Как-то правильно ставить. Попадают как-то там Петр Первый, потому что про него тоже есть кино. Да, да, да. Ну, да, Штирлиц был на одном из первых мест. На одном из первых мест. Получается, 17 мгновений весны, это такой, на самом деле, один из таких больших, можно сказать, русскоязычных сериалов. Вообще в этом году большой юбилей, в августе 50 лет. 50 лет. Да. 17 мгновений весны. Я как бы помню этот сериал, и я как-то начал его соизмерять с этим соцопросом, и пришел к выводу, что, ну, Штирлиц-то, это, ну, в итоге мы получили что-то среднее между Штирлицем и Жегловым, но Штирлиц-то достаточно же, что у меня не уложилось. То есть мы имеем как бы культовый сериал, Штирлиц, все дела, делает благие вещи для Советского Союза, и при этом мы имеем очень много разного, разнокалиберной пошлости анекдотов про Штирлица. Вот как это укладывается в одном моменте, что Штирлиц, все хотят Штирлица, и при этом столько анекдотов, и вообще же Штирлиц же, ну, достаточно скучный персонаж, нет? Вот мне, я хотел задать, как думать, почему, почему они именно называли Штирлиц тогда? Просто потому, что культовый, культовый сериал был? Почему называли в соцопросах? Да, да, да. Ну, потому что Штирлиц в некотором роде противоположно. Штирлиц в некотором роде противоположности Ельцину один такой человек без берегов, нараспашку, значит, всегда как бы либо валяется на печи, но рукопожатие твердое, либо уже там, если встает с этой печи, то никому не поздоровится, импульсивный, эмоциональный, разгульный, ну, как бы вот такое антирациональное начало. А Штирлиц – это немец. Ельцин – это русский, Штирлиц – это немец. Ну, как бы русский, но немец. Вот, он постоянно в мундире, постоянно собран, сдержан, все под контролем, все рационально, выверенно, хитро, там, стратегически, точно, как бы за всем стоит какая-то… В окружении врагов, получается. Короче, Штирлица выбрали, потому что он был не похож на Ельцина, как образ желательного лидера. Вот, и выбирали его, конечно, люди, да, уставшие от 90-х годов. Но при этом очень много анекдотов о том, которые высмеиваются как раз от его… Слушайте, анекдоты появились значительно раньше, и тут все-таки… Мне кажется, Штирлиц попробовал слив, но слив не работал вот этим. Не, ну, типа… Тупейший анекдот. Штирлица неудержимо рвало на родину. Да, Штирлица наклонился над картой, его неудержимо рвало на родину. Ну вот… Понимаешь же… Все, вот сейчас три анекдота мы сразу… Исторично… Это и есть народное признание. Вот оно такое. Вот если про тебя рассказывают анекдоты, все, ты интегрировался в культурный код, все. Про анекдоты еще… Это же, ну, как бы любой анекдот, это не просто анекдот про Штирлица, это анекдот, который рассказывает закадровый голос, который имитирует закадровый голос Капеляна. И это стилистика, которую очень легко пародировать. И очень смешно, как бы, когда вот в этой, там, характер нарктический, твердый, вот в этом голосе, который зачитывает досье, да, появляются какие-то каламбуры и все такое прочее. Про Штирлица еще была… был такой замечательный, 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 умнейший поэт и критик Григорий Дашевский был, потому что несколько лет назад ушел из жизни, и у него было эссе про Штирлица в начале 2000-х годов, сейчас я даже не знаю, где его найти, где мысль его в том, что Штирлиц – это не идеальный правитель, да, и не тип, там, ну, которого хотят видеть президентом, а это типаж, который вот наиболее точно отражает ощущения позднесоветского человека вообще. То есть, как бы, этот человек ходит на работу, на этой работе он занимается какими-то не очень приятными делами, он, возможно, носит какой-то мундир, да, и там, ну, я не буду, на себе не показывай, да, делает какие-то нацистские жесты или, там, коммунистические или какие-то, ходит на партсобрание, поднимает руку, подписывает какие-то приказы, вот, но в душе он агент какого-то иного мира, да, он на эту работу ходит как представитель какой-то вот иностранной разведки, как представитель какой-то хорошей страны, которая его туда отправила выполнять тайное задание. В чем оно заключается, никому не понятно. На самом деле, ты можешь ничего не делать, но просто жить с ощущением, что ты выполняешь, что вот на самом деле ты белый, пушистый, добрый в свитере и, как бы, за гуманизм, за все хорошее, да, но вот просто у тебя такое задание, что тебе нужно вот надевать мундиры, каждый день заниматься какими-то гадостями. И это ощущение, с которым живет и Штирлиц, и живет вот как бы типичный позднесоветский человек. Да, я поэтому сказал, что он достаточно скучный, ну, достаточно скучная жизнь. Забавно, что... Если мы... Да? Ну, забавно, что они идут в этих вопросах, что упоминал Жеглова, что это совсем другой персонаж. Вот. Мы совсем недавно обсуждали, что... А мне не помню, мы тут обсуждали или... Что Жеглов... Может, где-то в другом месте что-то обсуждаешь, Андрей. Да, действительно, в другом подкасте, который происходит у меня в голове. Что Жеглов, он же в литературном первоисточнике довольно неприятный тип. Ну, мне кажется, он и в сериале достаточно не очень. Вот его так сыграл Высоцкий, что вот он стал... Он, знаешь, вот там у тебя какая была... Какое у тебя очевидное противостояние? У тебя противостояние человека, который пытается все делать по закону, да? Шарапов. И у тебя Жеглов, который, если надо, там подкинет... Ну, милиционер и мент. Да. Но при этом Жеглов, он это делает не потому, что ему нужно там палки какие-то нарисовать. Но он говорит, ну, вот нам надо сейчас поймать. Вот там убийцы, там людей убивают. А ты мне говоришь, что мне, чтобы надавить на человека и выбить из него какую-то информацию, нельзя подкинуть ему кошелек. Типа, что за херня? Понимаешь, человек, работающий в мирное время по законам военного времени. То есть человек просто, вот, один вернулся с войны и пытается жить мирно, а другой не на войне, но на войне. Вот. С вот еще злодей, банда, да? Вот. И вот его методы, они должны быть сомнительными, да? Но если ты посмотришь кино, оно так сделано, что он тот, кто, типа, как вот по-английски говорят, who gets the job done. Ну, человек, который вот добивается результатов, знаешь? То есть вот что там Шарапов? Ну, Шарапов и Шарапов. А этот человек вот все сделал. Взяли главаря, взяли. Взяли, все, все получилось. Почему получилось? Это же эффект, на котором строятся, ну, более-менее все хорошие современные сериалы. Когда тебе, когда у тебя главный герой, ну, какой-то злодей. Антигерой. Антигерой. Ага. Но ты испытываешь какими-нибудь невероятную симпатию. Как бы ты вот просто с ним вот слипаешься всей возможной своей эмпатией, сочувствием и всем на связи. Да-да-да, это как Джейми Ланнистер. Вначале он скинул ребенка с крыши, а в конце мы переживали, что его убили, и было грустно. А вообще-то он такой был, так себе человек. Но ведь вместо встречи «Изменить нельзя» также и сформулировались вот эти две роли, что был Шарапов, который сейчас годы спустя, ну, Шарапов, да, ну, это абсолютный, как бы, идеал закона. И Глев Жблов, который супер неоднозначный, потому что сразу, когда более-менее адекватные люди это вспоминают, они бы не хотели, чтобы такой человек представлял закон. Ну, а вот какой-то вот если флер, как мы вот говорим, сила искусства. Сила искусства, да. Притягательнее же все равно. Надо сказать, что оба сериала, и «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя» действительно крутые и действительно интересные. Действительно очень интересные и действительно... А вот можно про «Семнадцать мгновений весны»? Вы много знаете про этот сериал? Вот как вы думаете? Я недавно начал его пересматривать, правда, похвастаться мне особо нечем, я посмотрел первую серию. Вот, и меня поразило... Ну, вот, раньше я особенно этого не замечал. Ты, в общем, следишь за событиями. Куда там поставят цветок на окно, не поставят. Там пастер Шлаг, радистка Кэт и так далее. Вот, а сейчас ты, в принципе, все уже знаешь, да, кто куда поставит цветок. И меня поразила атмосфера. Это такая, значит, меланхоличная история, такая закатная. Вот сейчас так просто невозможно было бы снять. Тебя бы отправили сразу куда-нибудь там в мастерскую Сокурова, арт-хаус и так далее. Да, да, у меня такое же ощущение. Да, вот, все медленно, все как-то печально, как-то все под серым небом, музыка, да, да, пронзительная, да. И вот это все совершенно, вот, какая-то душераздирающая ощущение такого заката, не знаю чего, империи, эпохи... Бытия. Бытия, да. Вот, вот, просто солнце садится и уходит за горизонт. Вот у меня ровно такие же мысли посетили, когда я смотрел, что как это медленно, это реально как будто Ларс фон Триер, не знаю, меланхолия, реально. Очень медленно, долгие кадры, музыка. Потом, мне кажется, атмосферу этого сериала очень хорошо еще делает, вот как вы правильно сказали, голос за кадром, который такой, и вот эта музыка, которая, ну, запоминается просто... Нет каких-то там массовых сцен, в кадре всегда один человек, ну, максимум два, вот, все пустое такое. Супер. Ну, да, 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 окей, Штирлиц, Штирлиц обсудили. Но, 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 но феномен реально, вот вы сейчас рассказывали про, что кто-то на него целое эссе, да, значит, есть. Вот это бы почитать, если кто-то найдет из наших слушателей, обязательно почитайте, обязательно скиньте в комментариях, потому что, ну, действительно, если задуматься, это такой образ, ну... Ну, видишь, сейчас такое, сейчас такое тебе не дадут снять, сейчас скажут слишком, слишком сложно, слишком сложно, людям нужно попроще. То есть встреча с женой, там должен быть секс, как же так, это он пришел, посмотрел, как же это... И ушел. И ушел. Это что за хрень? Это что вы придумали? Не-не-не-не-не-не, обязательно, обязательно, понимаешь? Я не понимаю, почему так происходит, потому что... Забавно, а место встречи изменено, наоборот, очень динамичное. Наоборот, там вот так вот диалоги идут, просто там пулеметная очередь. И там еще, там очень круто, они заводят персонажей, их выводят, то есть там прям заходит вот этот вот... Причем персонажи круто сделаны, типа вот этот, которого я вспоминал, карманник. Сопрыкин, давайте уж назвать вещи. Да-да-да-да. Сопрыкин. Вот. Мы не хотели просто. Он появляется, там вообще такой прям крутой раз, его там дальше вывели. Это все прям действительно сделано. Ну, лучшая роль Садальского. Лучшая роль Садальского, да. Вот. И в целом вот это вот все сделано так очень... Как бы люди понимали, что делали, не только на фактическом уровне, не только на уровне сценария, но и на уровне реализации. Да. А говорит ли что-то о вкусе зрителей России и русскоязычного зрителя, если мы сейчас будем называть самые популярные сериалы, значит, мы называем «Семнадцать вене весны», значит, мы обязательно назовем «Место встречи изменить нельзя». Давайте, наверное, это будет ликвидация, да? Наверное. Наверное, это будет... Наверное, это будет «Бригада». Наверное, это будет... Ну, вот «Бригада» с точки зрения именно кинематографичности... Так, мы называем хорошие сериалы или популярные? Нет, мы называем, у которых есть статус культовых. Ну, «Бригада», хорошо. Я, кстати, недавно пересмотрел какой-то кусок «Бригады». Мне почему-то YouTube подсунул. Так. Ну, да. Ну, да. Ну, типа, это выглядит вот как, знаешь, люди... Ну, я не знаю, когда они снимали, чем они вдохновлялись, да? Но по ощущениям я как будто смотрю кусок передачи из 90-х. Просто, знаешь, там вот... Это так кадр, они так говорят между собой, и так все сделано, цвета, все такое, знаешь, не кинематографичное, а вот полусъемка по телеку. Да, телевизионная картинка. Да, картинка прям... Да, телевизионная. Нет, она прям вот... Ну, я ее не на телеке смотрел, понимаешь? Я ее смотрю... Вот если я сейчас посмотрю какой-нибудь клип из 90-х на компьютере, я недавно пересматривал, я подумал, почему везде зеленые фильтры, вот все зеленое. Да, в 80-х все синие. Все синие? Какой-нибудь терминатор, там темнота, дым и вот такой синий свет. А тут смотришь просто... Я смотрел, например, на вечеринке у лучших друзей. Интересно. Вроде все время, Андрей. Там штука состоит в том, что... В самолете тоже. ...что они, типа, снимают этот клип в Старлайте, который на Октябрьской, и ты, только зная этот факт, можешь его узнать. А он такой Старлайт. Внутри кто был, это что? Это железо, красные сиденья, но из-за этого зеленого фильтра все такое, типа, все совсем зеленое. И вот этот зеленый фильтр, постоянно фигурирующий, вот, и ты это просто видишь, это бросается в глаза, а там ты включаешь, и у тебя прям вот так сделано, что ты прям проваливаешься, как будто ты смотришь не компьютер, а вот этот вот телек, знаешь, на котором кнопки надо переключать. Вот типа это так вот сделано. Не для телека, а специально картинка как будто стилизована под телевизор. Хорошо, бригада. Дальше я еще, так понимаю, в статус культовых, это сериал, который называется, по-моему, «Штрафбат». Так, вот тут мы уходим уже в какие-то тонкости. Нет, нет, я серьезно говорю. На моей памяти он не был культовым. Нет. Он выходил, это когда уже началось... Хорошо, а мы туда относим «Граница таежный роман». Нет. Нет, то есть мы назвали четыре. Они все так... Эпидемия. Нет, нет, нет. Это о чем ты говоришь? Нет, это должно быть вот абсолютно вошедшее в фольклор. А, ну тогда «Улица разбитых фонарей» мы забываем. Да, конечно. «Улица разбитых фонарей», наверное, первый сезон. Ну, какой-то. Почему из этого всего списка нет все как-то так или иначе связано с насилием? С бандитами причем. С бандитами. Слушай, а это ничего удивительного. Вот я иногда... С войной. Давай, назови мне хотя бы один фильм Мартина Скорсезе. Да. Без бандитов. Этот, где замерзает этот мужик Ди Каприо. Выживший. Нет, я хотел назвать... Но там тоже насилие. «Страсти Христова», нет? Это не он, но Гибсон. А, подождите, «Последнее искушение Христа». Там тоже довольно жестокая история. Там мы и без бандитов справились. Ну, бандитов нет. Ну, нет, согласен. А, как? А, фильм про Роллинг Стоун, «Да будет свет». Хорошо, хорошо, ладно, ты меня убедил. Не, ну, серьезно. Не, ну, почему? Я к тому, что одержимость... Ну, типа, не одержимость, а тот факт, что у тебя бандиты являются важными персонажами, да, вот персонаж... Это элемент культуры бандиты. Да, это много где. Вот у тебя есть итальянская мафия, которая является элементом культуры. Там вот этот сериал «Спрут» был такой великий. Да, да. Вот, там, в общем-то, мы мафию знаем оттуда. Вот. И здесь то же самое. Вот у тебя есть русские бандиты, и вот они являются элементами... Комиссар Катани – это оттуда? Да, да. Ну, тоже ушел в фольклор. Он в Италии так не был популярен, как в России. Нет, не был. Ну, мы как-то... У Буйнова же была, помните, песня? Комиссар Каталкин. А, это не про него. Про него, про него. Это был намек на... На него, да. Буйнов. Буйнов. Блин, мы помним песню Буйнова. Нам слишком много лет. Да, да, да. Может быть, мы просто плохо вспомнили советские сериалы, ведь, может быть, было что-то про любовь. Цыган, долгая дорога в дюнах. Нет, все это, конечно... Возвращение Будулая. Будулая, да. Будулая наносит ответный удар. Но там тоже поствоенный синдром, посттравматический синдром. Нет, все это, конечно, не дотягивает до названных образцов. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я просто говорю, что мы здесь говорим, действительно, которые приобрели культовый статус. Ну, то есть, вот, например, песня «Позови меня с собой», это же из... «Улиц разбитых фонарей». Они ее пели, да. Она же, ну, типа, мужской хор, исполняющий «Позови меня с собой», это, типа, просто. Ну, я где-то читал большой разбор статью про улицу разбитых фонарей, и это действительно тоже... Я пересмотрел первые несколько серий, это тоже такое достаточно артовое кино. Его можно сейчас на фестиваль свободного куда-нибудь отправить. Да, но мне кажется, оно вот из такой лентфильмовской традиции 80-х, 90-х годов, там делали его не, ну, так сказать, не какие-то там валенки, а люди, ну, так, школы, там, Германа, Ароновича, ну, в общем, ну, не такого уровня, конечно, все-таки это такой быстро приготовливаемый телевизионный продукт, но все равно там какая-то культура за этим есть. Это круто, на самом деле. Поэтому ничего страшного, что бандит. Бандит, так бандит. Это вообще, типа... Не, либо что-то поствоенное, либо военное. Мы недавно тут с моим знакомым, с Кириллом, обсуждали там в одном контексте русскую культуру, он сказал очень умную мысль, к слову, бандит. Он сказал, что говорит, знаешь, вот европейцы, например, когда встречаешь европейцев, например, там, итальянцы, он знает про себя кучу стереотипов. Он знает, что все итальянцы, все думают, что все итальянцы шумные, что они постоянно машут руками, что они мамма миа, там, вот это все. Паста, вот это все. И он говорит, что итальянец, поэтому, как он знает, что о нем люди думают, и поэтому он легко находит общий язык. Он говорит, вот с русскими, с россиянами, совершенно другая история. А со мной? Ты же тоже русский. Вот. И поэтому, типа... Не, я тоже про себя все стереотипы знаю, вот в чем. Да, внутренние. Не-не, вообще все, что думают про человека с Кавказа, конечно, 100%. Я на этом стендап-карьеру построил. Я на этом построил карьеру, на говорении правды. А я говорю, что вот когда ты, типа... Вот знаешь, есть какие-то представления, что вот там, давай, про русских. Давай. У русских широкая душа. Что это значит? Что вообще это неправда. Ну, как бы широкая душа, это как-то сразу... Ну, на некоторые вещи, да. Ну, широкая душа, это же не обязательно делать хорошую. Отдаст последнюю рубашку. Ну, вот это вот как бы... Это доходишь до крайности. Русские думают про русских так. Так, а на самом деле, вот если посмотреть на стереотипы со стороны, то это, конечно, русские бандиты. Ну, типа, если тебя спросят, вот, типа, что приходит на ум? Ну, конечно, вот эти братки, братва. В английском языке есть слово братва. Понимаешь? Силовики и братва. Вот мы подарили им два русских. Ну, ладно. Да, я случу, конечно, еще много хороших. Но это вот я утрирую для, типа, для дискуссии. Подожди, брат... Братва. А, братва. Братва. То есть, типа, this is bratwa. Вот они говорят. Ну, если посмотреть на какой-нибудь средний фильм Гая Ричи, да, то русские действительно имеют шанс там появиться только в образе какого-то совсем отморозка. Но и фильмы Гая Ричи тоже про бандитов. Извините, и Сопранос про бандитов, и Брекин Бэт про бандитов. Мало ли у кого фильмы про бандитов. Брекин Бэт еще там люди... Можно сказать, что это какая-то наша национальная, уникальная особенность. Да, у нас вот такие, понимаешь, как вот в улице разбитых фонарей. Поэтому это нормально. Мне кажется, что это не самое плохое. К тому же улица разбитых фонарей фильм все-таки про ментов. Про милиционеров. Они его переименовали в менты потом, легализовав это слово. Легализовав это слово. И, кстати, интересно. Я помню, что вот с этих разбитых фонарей начался какой-то перелом. И я не знаю, насколько это было специально сделано или это случайно так попало. В общем, в 90-е человек с красной корочкой не вызывал особого уважения. Статус, скажем, вежливого милиционера или работника спецслужб был в глазах людей не очень героический. Да, ну вот это вот люди, которые там какие-то взятки берут. Как в фильме «Бумер». Да, да, да. Как в фильме «Бумер». Да, да, да. Вообще какая-то нелепая такая общественная страта, от которой один вред и так далее. А с улиц разбитых фонарей началось вот какое-то возрождение в поп-культуре и, наверное, в общественном восприятии. Ну, как бы и репутации, и там уважения, и престижа. Как бы я не помню в 90-х. Может быть, я вращался в таких кругах. У меня не было знакомых, которые там хотели, мечтали бы пойти в Академию ФСБ. Сейчас я или там куда-то вот туда. А потом вдруг они появились. Мне кажется, что эта штука разделилась. Одна из ветвей идет в сторону НТВ, где там сериалы «Глухарь-9» вот такого сорта. Именно НТВ, сериалы про вот таких простых, как бы неказистых, негероических, но крутых и честных ребят. Вот часто не очень честных. Вот это забавно, что со временем это приводит. Классных. Классных, да. Ну, не очень честных, но классных. Но бедноживущих. Да. Тут надо вот это вот подметь. Потому что когда смотрим... Да, это не какое-то варьё, которое там прячет 10 миллиардов за обувь. Они очень бедно живут, у них не хватает денег, они берут руку. Единственный вот вопрос, откуда у Казановой бабки были там, помните, да? Персонаж Лыкова. Понятно, откуда. Откуда. Ну, на женщинах зарабатывал. Они ему платили за секс. Это что за версия? Ну, он там был достаточно прикинуть нормально. И как будто он сказал, это знаешь как... Я тебе скажу, что если вот взять в нулевые самый вот яркий, позитивный образ милиционера, то это святой гаишник из нашей Раши. Там у Светлакова... Это всё равно тысячные, это немножко другое. А я тебе говорю просто, что вот мы говорим про вот этот ренессанс, который превратился в сериалы, в которых всё равно милиция, вот та, которую, если сейчас смотришь, она всё равно, вот там они, может, и хорошие парни, но иногда творят дичь. Но хорошие, но дичь. Понимаешь, при этом в улице Раши... В «Разбитой фонарей» не было такого. Не было такого, что они такие, ну да, мы его что там избили. Ну, он всё рассказал. Там вообще всё было. Там были какие-то живые люди, которым хотелось сопереживать. Но если я не ошибаюсь, в «Улице разбитой фонарей» снял Рогожкин, по-моему, несколько первой серии. Ну, я его и имел в виду, когда говорил, что это Ленфиновская хорошая школа. Там и книжки были. И он очень, как бы... Кивинов. 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 Да, вот это. И сериалы НТВ, они отошли от этого такого вот гуманистического образа. В этом смысле, если бы такое с ним... Ну, как бы, такого продукта нет. Почему-то эта история всё равно свалилась. Вот я помню, был сериал «Однажды в Ростове». Там такого... А, да, 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 да. Нет, подождите, не «Однажды в Ростове». Как же он назывался? Про «Новочеркасский расстрел». Это удивительная история. Сериал, который был снят на канале «Россия», и там прям подробно показан расстрел в Новочеркасске. И его не показали тогда, а потом, через несколько лет, его вдруг показал Первый канал. И все... Ну, году в 14-м. И все поражались. Ну, как бы, батюшки, уже 14-й год, и вот тут, значит, сериал про то, как милиция расстреливает, как бы, честных рабочих. Вот, и там был такой персонаж, его играл Жигунов, по-моему, который как раз... Ну, да, вот милиция всех расстреливает, но есть вот человек из органов, который всем помогает, всех спасает, так тихо, чтобы никто не заметил, пользуется своими возможностями. А вот, я помню, что я пришел в... Да. Пришел в парикмахерскую, и там этот сериал обсуждали, ну, значит, посетителей, работницы и так далее. Говорят, слушай, ну, вчера какая серия была, это же кошмар. Вот неужели такое действительно было? Вот такое, что вот люди выходят, значит, протестовать, и там вот просто стоят вот с пулеметами и по ним стреляют. Неужели, правда, такое было? Как хорошо, что мы живем в другое время. Это правда, нам очень повезло. В другое время, и все сейчас совсем не так. Вот. Я хотел сказать еще, что я вспомнил. Милиционер с Рублевки. Да, ну, вот это как раз таки настало время, когда мы все понимаем, что если ты хочешь там идти в силовые структуры, то обогатиться. Да, вот там, просто там... Это Бурунов, да? Да, да. Полицейский с Рублевки. Полицейский с Рублевки, да. Там же нет положительных персонажей. Там они все вызывают разную степень отвращения. То есть из этого должен возникать комический эффект, вероятно. Но я, например, просто не могу смотреть. Я смотрю и думаю, ну, ты урод, ты тоже урод. Вы все уроды по-разному. Кстати, это популярный сериал. Я понимаю. Я просто говорю, что... Это же вопрос о чем? Это, как в прошлый раз мы обсуждали, тот же самый вопрос. Вот искусство формирует эти образы, или на эти образы возникает вопрос? Мы так и не ответили. Мы так и не ответили на этот вопрос. Да, да, да. Можно ли заложить зерно хорошего отношения к людям в искусство? И это зерно произрастет в душе всех, кто с этим искусством ознакомился? Ну, нет ответа, конечно. Не произрастет. Нельзя. Стоп, но мы начали вначале про Штирлица. Запрос же есть. Если бы Штирлица не было, запроса бы не было. Тогда... А ну-ка, а ну-ка. Вот это, кстати, хороший вопрос. Хороший вопрос. Я про это думал... Конкретный был запрос. Я про это думал как-то, когда слушал песню «Дельтаплан». Мой «Дельтаплан». Да. Леонтьева. У тебя был запрос на «Дельтаплан». Нет. Нет. Я слушаю и думаю... Ебать, какая басовая партия. Вот кто это писал... Артемьев. Сейчас, вот еще раз. Кто это писал, он явно вот писал не хит. Не в смысле, что он такой, типа, напишу, напишу хит, популярную песню. Он такой, типа, у меня есть идея. Тут есть повод ее реализовать. Сейчас я вам... Там слушаешь просто, ты такой, как это вообще можно сыграть, написать. Очень круто. Да, этот вопрос, вот на самом деле в советское время, как мне кажется, такой эксперимент ставился. То есть, когда говорили, ну, вот в целом искусство должно быть таким. И у тебя была цензура, которая работала в обе стороны. Она, с одной стороны, не пропускала что-то, что могло повредить Советскому Союзу. С другой стороны, выступала надзорным органом, который, типа, держал некую там планку качества, да? Что, типа, если ты хочешь снимать кино, ты должен... Ну, кто в итоге снимал кино в Советском Союзе? Кто очень хотел снять? То есть, ты заебался, ты бегал, бегал со всеми договорился. Тебе, наконец-то, ты выучился. Тебе, наконец, дали снять, положили на полку. Потом достали с полки. Кино вышло. Ты там... И потом умер. Но как бы в результате ты снял кино. Да? И вот ты снял, как Тарковский, сколько? Четыре-пять фильмов. Мог бы двадцать. Мог бы тридцать фильмов снять. Но ты снял четыре. Но это четыре, вот потому что тебе мешали... Секта появилась, свидетели фильмов Тарковского. Да, вполне. Вот. И здесь тоже... И как бы вот у тебя был опыт, что вот у тебя есть популярный исполнитель. Вот. Ему пишут музыку такую, которая вот, ну, она не... Не по правилам популярной музыки написана. Ну, просто. Почему? Ну, потому что должна быть хорошая музыка в стране. Ну, пусть у нас будет хорошая поп-музыка. Давайте напишем хорошую музыку. И получается офигенно. Нет, мой вопрос скорее вот в том, что почему в этой стране так легко относятся к насилию. И сейчас мы перечисляли самые популярные здесь сериалы. И они все проносили. Так они все всегда проносили. Вот мы вспоминали, что популярные сериалы типа Breaking Bad. Нет, это немножко другое. Ну, популярные сериалы типа Breaking Bad. Ну, давай. Во времена Breaking Bad выходил сериал Mad Men, который брал все Эмми и был на уровне популярности с Breaking Bad. Скорее там, ну, разные чуть-чуть, мне кажется, возрастная аудитория. Вы смотрели Mad Men? Да, конечно. Ну, это шедевр. Невероятно. Мне кажется, это намного круче, чем Breaking Bad. В итоге вот сейчас вот если мы... Breaking Bad, да, это боевик, стрельба, наркотики, да. Но Mad Men это, ну, я не знаю, что. Я тебе попробую гипотезу. У меня есть гипотеза. Да. То есть вот главный редактор N1, Артем Коршеник. Да. Он вот про это рассказывал, у него такая есть концепция. Она большая, он может долго про нее рассказать. Но если вот коротко рассказать, что вот то поколение, которое сейчас все это делает, ну, давай, мы про сейчас поговорим, не про вот ты говоришь старые 90-е, и ты пытаешься выстроить до сегодняшнего момента. А мы давай пока вот это отложим в сторону. Давай. И посмотрим на 90-е. Вот условно наше поколение, которое в 90-е должно было употреблять контент, условно, знакомиться с культурой, с какой культурой оно знакомилось. С той, которая либо пришла с Запада в виде видео, да, в виде какого-то этого. И это был случайный набор на самом деле. Грубо говоря, когда мы говорим, что... Это вопрос вкуса человека, который... Который привозил эти кассеты. То есть мы, например, говорим, вот фильмы, какие великие... Подборка. Какие великие фильмы. Не согласен, вообще не согласен. Это не случайная, очень не случайная подборка. Везли то, чего не хватало. Не было боевиков. Да, я понимаю. За 10 лет был один какой-нибудь там пираты 20-го века. Господи, да. Где неловко, значит, актер Ник Матуллин, да, кого-то один раз ударил ногой. Все ходили 10 раз смотреть. Фанат был еще такой, фанат. Фанат тоже. Это совсем конец 80-х. А, да. Да-да-да. Когда уже там кооперативное кино. Я скорее не понял. Про Афганистан были боевики. Какие-то. А это тоже, да. В Советском Союзе, как известно, секса не было. И насилия не было тоже. И насилия не было, да. И поэтому, когда у тебя вдруг начинает просачиваться Шварценеггер. Это ровно то, о чем я говорил. Что не было насилия, а потом оно хлынуло. И оно хлынуло в виде боевиков. Я скорее говорил про штоп. Я говорил про качество. Вот мы обсуждаем, что вот Крестный Отец тоже про насилие. А я говорю, что вот, например, люди, которые росли на видеокассетах, то есть спросить, какие известные фильмы у Шварценеггера. Команда. Команда. И там дальше. Хищник. Терминатор, Хищник. Но это же вообще фильмы из разных категорий. Сказать, что великий фильм Шварценеггера Команда, это насмешит человека. Или сказать, вот у этого, который Рокки сыграл, как его там, Сильвестер Сталун, у него тут очень крутое кино называется «Кобра». Кобра – это вообще проходное говнище, которое… Но оно было очень популярно. Да, никто не видел никогда. У нас такая была история, когда мы брали интервью КамАСе Вашингтона, и мы ему объясняли, что «Не грози Южному Централу» был жутко популярен в России. А он такой, типа, с чего? А он из Южного Централа. Да, он из Южного Централа. Да, да. Типа, он знает это кино. Это такой типичный black exploitation. Это было, Юля, настолько популярно, что вот я из Осетии, и там как бы у нас есть три диалекта остинского языка. И вот этот фильм перевели на один из диалектов остинского языка, который… Но не на все три. Не на все три. Не на столько. Который якобы очень подходил, и именно фонетикой был созвучен вот с этим как бы гетто-сленгом. Вот он настолько был популярен. И в итоге получается такая мозаичная структура. То есть вот у нас есть такой набор. И еще вот та культура, которая пережила вот 90-е. Мы сейчас поговорили, улица разбитых. И вот этот микс, который сложился, результат, который мы имеем, это вот то самое. Вот мы как бы люди, которые смотрели боевики, они пытаются их воспроизводить сознательно-бессознательно, потому что они с этим знакомы. И поэтому следующая культура, она вот такая, какая есть. При этом чего как бы явно не хватало, не хватало какой-то, во-первых, либо преемственности, либо антипреемственности. То есть предыдущий культурный массив надо было либо принять, либо, наоборот, отвергнуть и сказать, что все с этого момента, все должно быть другое. А не вот так, типа, ну, что-то может да, может нет. Вот. А вторая… Ну, я тебя перерываю, но еще в 90-е второе дыхание появилось у всех советских комедий, особенно Гайдая, Рязанов, прям второе дыхание у них появилось. Ты думаешь, это в 90-е появилось? Ну, в 90-е. А оно у них появилось, потому что их начали регулярно показывать в телевизору. По телевизору, да. В 80-е такого не было. Я не помню, в своем детстве, да, чтобы там каждый выходной или каждый праздник тебе показывали Гайдая. Не было такого. Это все придумал Черчилль в 19-м году. Это все придумал Эрнст. Ну, или примерно в его время. Хочется сказать, что их показывали, потому что не могли другие фильмы купить. Вот как только появилась возможность покупать другие фильмы, сразу стали вот так пачками. Нет, вот именно их не показывали. Помните, в 90-х было очень много вот этих вот фильмов, типа, я даже не помню, где вот часто играл Александр Панкратов в «Черный». Вот такой определенной категории. Дежиссер и Рамджан, да. Определенной категории. Чувак, у меня сейчас просто какие-то флэшбэчи. Во-во-во, да-да-да. Вообще, Панкратов. Все комедии с Панкратовым. Их не показывали. Где находится на филе? Где находится на филе, да. Сука, ты сейчас прям вообще... Не-не, при этом никакой ироник Панкратову там. Вот в фильме «Курьер» мне очень нравится его роль. Нет, серьезно. Хорошо, хорошо, нет. Вообще потрясающе. Нет-нет, просто они как-то... Сейчас видно, как нас торкнуло, да, прямо остановились. Остановились все мыслительные процессы. Нет-нет, ну там были вот эти вот фильмы, но их не показывали. Показывали именно вот этот... Был вот этот вот... Сейчас, не Панкратов, черный у меня тут... Я помню... Дежавю, прости, фильм. Дежавю, да. Вот представляете же, живет же где-то еще и Панкратов белый. О-о-о. О-о-о. Наверное, да. Да, точно, да. Точно, да. Да, почему черный стал черным? Потому что было два актера Александра Панкратова. Надо было как-то отличаться. Да, да. Буквально так. Вау. Офигенно. Так, так, и твоя мысль? Я не знаю, вспомнил фильм Дежавю. Ну все, все. Не могу просто. Ну, я тебе просто говорю, что хлынули боевики, и в то же время как бы... Ну, это все зацементировалось. Видишь, насилия, которого не хватало, оно стало... Вот у тебя качнулся маятник в другую сторону, и у тебя появился вот этот троп о том, что любое произведение должно содержать вот линию с насилием. Не будет линии с насилием, люди не будут смотреть. Вот давай вернемся к твоему вопросу. Эта культура нас программирует. Вот мы посмотрели фильм «Команда», и вот начинаем вести себя так же. Или это какие-то более... Как бы культурные чиновники нынешние, да, они, безусловно, тебе скажут, что так все и есть. Поэтому нужно запретить все, что учит нас плохому. Вот ты прочитал книжку, там, с какой-нибудь пропагандой, да, и вот обязательно будешь себя вести так же. А если ты ее не прочитаешь, тебе это и в голову не придет. Надо показывать только хорошее. Только вот... А, знаете, кстати, интересный сюжет. Вот сегодня прочитал, что, оказывается, после закона о пропаганде ЛГБТ сериальное производство резко все начали переписывать свои сюжеты, там, еще не снятые, и вычеркивать оттуда эти линии. Но теперь идет безудержная пропаганда свободных отношений и открытой семьи. Вот это вот, да, они, конечно, любят что-нибудь придумать и загнать себя. То есть вот про это выходит сразу там 500 сериалов, да, потому что, ну, потому что людям же не интересно, на самом деле, про... Традиционные... Да, про добрых, хороших, безупречных, значит, котяток, которые поливают цветы, и в их жизни больше ничего не происходит. Людям нужна какая-то... Мне интересно, как они из этого выберутся. Не знаю, какой из этого сделать вывод. А никакой не сделать. Но отношения между искусством и жизнью, они как бы сложнее. Гораздо сложнее, да. Но это же всегда как будто в две стороны. То есть действительно жизнь находит отражение в искусстве, и искусство находит отражение в жизни. Я бы ответил на этот вопрос, если меня спросили, влияет ли искусство на жизнь, я бы сказал, непонятно. Ну, реально непонятно. Ну, реально непонятно. Да проблема состоит в том, что когда ты начинаешь носиться со словом искусство, оно еще такое очень широкое, понимаешь? Да, туда Иван Гог попадает. Да, да, и непонятно, что... И улица разбитых фонарей. Что туда еще есть слово культура, которое еще больше, да. И типа ты начинаешь вот такое, а что есть искусство, а что есть культура. Вот мы сегодня прошлись, мы говорим, что лепить везде свой логотип – это тоже форма искусства. Фотографировать, как какие-то люди настолько упоротые, что им в жизни нечего делать, кроме как лепить везде свой логотип – это искусство. Да, писать сериалы про Казанову, да, тоже вот, пожалуйста, искусство. И вот у тебя есть самый-самый широкий спектр. Снимать про баскетболистов, снимать про еще что-то. Вот, а как бы большинство людей не задумываются о широте, потому что широкие понятия в голову не помещаются, они слишком широкие. Поэтому выбирается какой-нибудь кусочек, говорит, вот искусство, искусство – это когда по телевизору рассказывают, что хорошо жить в семье, а не в семье жить плохо. Понимаешь? И вот когда ты начинаешь вместо вот этого, убираешь всю эту неоднозначность и делаешь какую-то вот очень понятную для себя историю, ты все и поломал. Вот и все. Поэтому, как бы, конечно, все сложно, потому что при попытке запихнуть вот этот механизм, что на что влияет, мы кучу информации теряем просто. Не можем с этим разобраться. Вот вернемся к этой коллизии со Штирлицем. Да. Штирлиц был снят в 73-м году, опрос был в 99-м. Вот. И, видимо, к концу 90-х действительно сформировался такой вот этот запрос, такое настроение, которому не в чем было высказаться. Ну, как бы, ты чего-то хочешь, но ты не понимаешь еще, чего ты хочешь. И вдруг, когда тебе социолог приносит, ну, там, карточки с 10 разными киноперсонажами, ты понимаешь, что в это настроение идеально попадает какой-то киногерой, снятый, там, 25 лет назад совершенно по другому поводу. То есть, как бы, явно кино не имело в виду в 73-м, да, в год выхода, что люди в концу 90-х будут, ну, как бы, устанут от вечно больного какого-то невменяемого Ельцина и будут хотеть какого-то, значит, сильного и подтянутого и жесткого лидера. А с другой стороны, в этот же момент Балабанов снимает «Брат-2», вот, и тоже чего-то такое угадывает. И угадывает до такой степени, что теперь всем кажется, что это вот такая программа, значит, на 20 лет вперед там была сформулирована. Да, 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 что все было запрограммировано в этом фильме, на самом деле. И в «Брате» еще там. «Брат» тоже виноват. Которые? В «Брате», мне кажется, самое главное не говорят. Ну, когда вспоминают, он-то вернулся с проигранной войны. Да, конечно. Там, ну, как бы... И он в себе носит эту дыру. Вот для меня главный образ «Брата» — это вот этот трамвай, из которого вынули середину, да, который ездит по Петербургу. И сквозь него, значит, все видно. Вот так же он носит в себе эту и дыру, и пытается ее чем-то заполнить. Первый фильм «Рэмбо» примерно про это же, на самом деле. Он же про что? Он про посттравматический синдром. Рэмбо в зависимости от всего кино убивает одного человека в первом фильме. Это потом он превратился в... Это когда он в лесу там прятался? Да, да. Я не смотрел сейчас. Там история, что вот он типичный вьетнамский ветеран. Он нигде не живет, он бродяга. Не может встроиться в... Не может встроиться в общественную жизнь. Нет, 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 нет. Вот, они его арестовывают, и там проблема начинается, когда они его хотят побрить. То есть, вот он сидит... А, и он вспомнил там какие-то... Да, да, и у него хватает, и там дальше начинается вот это. И видно, как происходит эскалация. Просто у них у обоих один с поломанной психикой, поломанный. А другой просто хотел, чтобы не бомжевали в его городе. И заканчивается все с пулеметом, вертолетами. Он сбивает вертолет, убивает шерифа. Его ловят, сажают в тюрьму. Вот, а история такая. Вот просто два человека, у них были разные идеи. А скажите, как вы думаете, вот в фильме «Брат»... И специально придумывались такие диалоги от него, которые вот как заголовки. Конечно. Ну, понимаешь, как, я не знаю, как твиты. Вот, скорее, вот просто как твиты. Мы это обсуждали. Мы это обсуждали с Белым. И Белый вот так очень хорошо сказал. Он сказал, что у тебя есть этот эффект очень просто создается. У тебя молчаливый персонаж. Он молчаливый персонаж, говорит, мало. И поэтому все его слова вот такие. Там же бандит такой же. Он же постоянно присказками занимает. Словицами говорит, любишь медок, люби и холодок. Муж в дверь. Сейчас. Муж в дверь? Не муж в дверь? Не, ну, это понятно. Но это все равно так не разошлось. Он как будто бы говорил вещи, которые и так все знают. А этот говорил именно то, что как будто все хотели слышать. Реально, вот если бы у него был твит. А с жеглом же то же самое. Ну, вот я мало его был. Вор должен в тюрьме. Вор должен в тюрьме. Хороший твит. Хороший твит. Надо сделать твиттер этого. А теперь горбатый. Я сказал, горбатый. Хороший твит. Но он как-то, не знаю, он не задает цель в жизни. А теперь горбатый, я сказал, горбатый. А там, там, русский на войне, там, ну, вот это вот все. Все, что он говорил. Так нет, я тебе говорю, что это вот просто такая вот случайная история. Так получилось. Это кино сложилось вопреки. Ну, и Балабанов все-таки очень талантливый. Не только режиссер, но и сценарий его почитать. Это же действительно там каждая фраза, это как такой вот стрела, который летит прямо в цель. Это очень круто придумано. А ты говоришь молчаливый, а мне Люба Аркус, главный редактор сеанса и, значит, фонда «Антон» тут рядом, она, по-моему, в ее фильме про Балабанова, что-то я начинаю говорить. Мне она объяснила, всем она-то объяснила в документальном ее фильме про Балабанова, что секрет в том, что Балабанов взял на эту роль не того актера. Ну, то есть, как бы, Данилу должен был играть кто-то другой. Данилу, по идее, вот по тому, как он написан в сценарии, должен был играть бы другой человек. А он взял человека, который на эту роль абсолютно не подходит. Он взял человека мягкого, обаятельного, улыбчивого, ну, вот такого мальчика-отличника. С харизмой, да, с харизмой, значит, филфака Московского университета. И вот на этом противоречии вдруг вот вылетела вот эта искра. Забавно. И вы к этому писали сценарии? Да. О диалоге? Да. Как, 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 я вот просто никогда не писал. А как это происходит? То есть, все диалоги, то, что персонаж должен сказать, это все исходит из того, каким вы придумали персонажа, да? То есть, вот если вы говорите, что здесь он такой молчаливый, и поэтому он должен говорить два-три предложения. Он же говорил там одно-два предложения, да? То есть, он не мог палить, да, целый там. Примерно так все происходит. То есть, придуман сначала герой, и только потом, исходя из его мира... Ну, потом ты пытаешься влезть ему в голову и понять, как такой человек мог бы говорить в такой ситуации. А правда, что есть, я не знаю, слышал что-то, типа, тебе надо ответить на чуть ли не 500 вопросов про своего персонажа, как он относится к этому, к этому, к этому. Когда ты на все отметил, ты, да, типа, я где-то читал, по-моему, про Аарона Соркина. Ну, я вот хотел только сказать, что я не Аарон Соркин, и я не берусь давать вот такие советы. У меня нет такого резюме, мягко говоря, чтобы мои слова имели какой-то вес. Но вот у нас вчера был как раз разговор там в одном литературном сообществе про... Как раз были более опытные люди, которые пытались давать советы более молодым писателям, которые пишут, например, фэнтези, да? И они как раз говорили, что у тебя должна быть табличка, где вот в этом твоем воображаемом мире вообще все описано. Какая там экономика, какое там политическое устройство, какая там этика и чем она отличается от христианской или какой-то другой. Ну, в общем, вот буквально там... Дальше все это может не понадобиться и в книжке не возникнуть. Вот. Но, да, в идеале, да, ты должен представлять себе... В играх так. Когда RPG хорошую делают, они пишут то, что называется Bible. Библия мира. То есть вот условно, когда ты придумал мир, да, у тебя должно быть описание его всего. То есть вот ты с этого стартуешь, и более того, тебе большая часть не понадобится. Но это нужно для какой-то, типа, содержательной части. Ну, и причем это на фэнтези очень удобно разбирать, потому что фэнтези оперирует конечным набором образов. Вот, например, будут ли в нашем мире вампиры? Окей, будут. Это будут существа, которые боятся света или им похер. Это будут существа, которые пьют кровь, да, или нет. Вот. Это будут существа, которых можно убить осиновым колом. Или они будут добрые или злые. Они будут образовывать отдельную расу, да, могут ли вампиры размножаться. А я бы другие вопросы задавал. Давай. А какими мессенджерами они пользуются? Есть ли у них социальные, как бы, страницы? Если говоришь про свет, свет от телефона тоже считается ночью? Вот ты сейчас говоришь, если бы мы хотели их в реальный мир встроить. Ну, сюда, да, нет. Но это фильм, сериал Тру Блад был, Настоящая кровь. Я не смотрел. Вот. Там история о том, что в какой-то момент вампиры вышли... Я столько сумер. Я про вампир, про вампир. Они вышли из тени, они официально... Мир узнал, что вампиры существуют. Это стало возможным благодаря появлению искусственной крови, которая называлась Тру Блад. Ее стало, возможно, массово производить. Поэтому вампирки мы существуем. И дальше возникает вопрос, типа, а вот как к ним относится церковь? Ну, церковь, понятно, как к ним относятся. У них... Ну, они прокляты. Вот. И у тебя, соответственно, возникают какие-то... Как устроено отношение внутри вампирской среды? Между вампирами и людьми? Да. Подчиняются ли они людским законам? Вот полиция приедет арестовывать вампиру, что ей делать? Может ли вампир быть в полиции? И так далее, и так далее, и так далее. То есть это как бы... Ты когда берешь такое представление, что ты встраиваешь, и вот отвечая на эти базовые вопросы, ты понимаешь, как это все сложится. Все, я понял. Спасибо за ответ. Нет, это просто... Это очень просто. Я еще знаю, что вампиры никуда не заходят без приглашения. Это по фильму реальные упыри. Это вот не всегда так. В Тру Блад так было, что они никуда не заходят без приглашения. Это как ты в Библии напишешь, так они и будут заходить. Да, да, да. А в оригинале, там вот фильмы по Брэму Стокеру... Да нет, это реально упырь, это комедия. Я знаю, ну только там очень... Там же это высмеялось, что вампиры никуда не заходят без приглашения. Пригласите меня, пожалуйста, зайти. Это же очень смешно. Ну так это, типа, в Тру Блад то же самое было, что ты должен открыть и пригласить. И там было такое, типа, ты видишь вампира, он тебя может загипнотизировать, и тогда ты его пригласишь. Но если не смотреть ему в глаза, то, типа, он тебя не загипнотизирует. Забавно, когда вспоминают Балабанова, почему-то все говорят про фильм «Брат», «Брат 2», окей, заплывают жмурки, но никто не говорит про фильм «Война». Вы смотрели фильм «Война», где играет молодой Алексей Чадов? Я очень давно смотрел фильм «Война». На самом деле там тоже такие есть высказывания от лица этого парня, что там тоже нормально. Но его можно прочитать, конечно, как очень милитаристский. Ну, как бы и в отношении там чеченцев, он иногда такое говорит. Там есть, я знаю, две истории про этот фильм. История первая. Вначале играет Муцураев. Да, да, да. А история вторая, что во время съемок они там что-то сожгли. Они кладбище размещали. Кладбище подожгли, да. И там были прям большие неприятности. Да, да, то есть у них были большие неприятности. Местным это не понравилось совсем. Ну, понимаешь, это та же самая история. У меня, я как-то помню, как вот я спрашивал Мишу Козырева еще много-много лет назад, да, как получилось, что вот он, типа, так ненавидел группу «Гражданская оборона». Он говорил, что вот никогда не будет играть группа «Гражданская оборона» на нашем... А вот скажи, «Гражданская оборона» к текущим событиям... Я пробовался на роль голоса в радиоприемнике в фильме «Брат-2». Не прошел эти пробы. А, серьезно? Круто. Да, что ты говоришь? Вот «Гражданская оборона» как бы сейчас относилась? Я не знаю. Я ужасно не люблю этот вопрос, потому что... Да, все, вырезаем его. У меня есть на него ответ. Нет, это очень правильный вопрос, потому что его очень любят по телеку сдавать. То есть по телеку говорят... Я не задаю вопрос самый банальный. Как бы Цой относился? Это я не задаю. Да, я понял, понял. Это самый... Ну, это интересно вот именно как... Да нет, уже все решили, что все бы поехали, значит, на передок, и за ленточку, и уже и Высоцкий, и Цой, и Есенин. Все вы там были. И все там, да. И Летов, безусловно, в первых рядах. В принципе, вопрос решен. Да, все, все. Но, если честно, мне кажется, что в 2014 году, мне кажется, как бы мне ни было тяжело об этом говорить, но Игорь Федорович мог бы это поддержать. Потому что там была какая-то вот такая партизанская какая-то энергия, которая, конечно, ему нравилась. Вот когда какие-то вдруг лихие люди идут куда-то вот сами по себе воевать, которые появились из ниоткуда и вдруг начинают там сражаться за свою землю. И они обречены заранее. Да, 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 да. И их все предадут, их все там забудут и так далее. Ну, в общем, была в этом какая-то тема, которая ему могла бы быть близка. Про сейчас у меня... Я понял, я понял. Так вот, я закончу мысли. Там была песня «Общество память», которая написана от лица члена общества памяти. Эта песня носит ярко, как сказать... В общем, ее можно прочитать как очень-очень, мягко говоря, антисемитскую. И она ее так именно сочетал Козырев. То есть он говорит, эта песня, вот она по-антисемитской. А можно ее прочитать как вот типа бессмысленное зло, которое порождается. Как вот у Летова же у него часто написано от лица какого-то лирического героя, который тебе не обязан нравиться, вообще говоря. И который может как раз тебе вообще не нравиться. Или этот лирический герой вообще гуляет снаружи всех измерений, и ты не можешь к нему никак относиться. Или он лед под ногами майора. То есть вообще непонятно. Или солдат потерял отряд. Отряд заметил потери бойца. И это вот был разговор про это. Типа можно ли? Это сложный вопрос. Потому что хочется сказать, что да нет, искусство, двоякое прочтение возможно. А с другой стороны ты думаешь, ну вот ты это сделал, вот это выпускаешь, а люди двояко прочли. И что с этим двояким прочтением делать потом? Все-таки нихрена себе какая музыка играет. Я понял. Ну, с одной стороны, мне всегда эта ситуация представлялась какой-то запредельно абсурдной и комической. Ну, не знаю. Это правда. Александр Градский поет песню «Рыба-пилы» в мультфильме «Голубой щенок». «Пилю, что в океане попадется». И опять же, что мы должны думать, что Градский действительно пилит что-то в океане? Ну, как бы это персонаж, да, он поет от лица персонажа. И у летого, у раннего летого такого просто на каждом шагу. Ну, как бы пылающей тропой мы идем к коммунизму, это поется от лица какого-то безумного поклонника, не знаю кого, Легачева или Нины Андреевой. У него много таких. Все идет по плану. Тоже поется от лица человека, который сидит и ругается с телевизором. Как Светлаков в нашей «Раше». В некотором роде. Или, наоборот, не ругается. Или не ругается. Сложно сказать впечатление. И ругается, и тоскует. Да-да-да, такое типо. Мы уже второй раз упомянули нашу «Рашу». Наша «Раша» в итоге хорошая была. Великая. Первая. Семену Слепакову огромный пример. Давайте добавим ее к сериалам, без которых нас невозможно представить. Не, ну серьезно. Так я без шуток. Кроме, давайте, мне не сильно там нравится линия с ремонтом, где вот Равшан Джамжут. Да, она была... Она такая. А вот все остальное, человек, разговаривающий с телевизором, самый бедный гаи, вот эти депутаты, помните, которые... Да, депутаты, потом учительница. Который... Это уже чуть позже появилось. Вот это вот три самые смешные. Это гаишник святой. А сейчас бы вот этот вот, который... Человек, это Беляков. Иван Юрьевич Беляков. В красных трусах-то, которые в красных труселях. А, да-да-да. Сейчас бы такое уже не пустили. Сейчас уже так шутить нельзя. Ну вот. А тогда... Семену Слебакова убрали. Да. Вообще же, это прям... Ну, реально. Первые, первые, первые сезоны. Это было так сделано и написано, что это прям вошло. Вошло. То есть, типа, это ты вспоминаешь, и люди сразу вспоминают. Ты знаешь, какие-то есть... Все о России думаешь? Вообще. Вот это так было смешно. Есть же какие-то... Помнишь эпизод, когда им козу принесли в сауну. Так я смеялся. Что у них настолько все извратилось. Есть же такие прям триггеры, типа, ну, там, знаешь, вечером в среду, после обеда сон для усталых взрослых людей. Вот наша раша, она из этих триггеров. То есть, ты как бы ее говоришь, и там сразу, ну, газ-мяс. Газ-мяс, газ-мяс. Мы мясо, мы газ. Мы мясо, мы газ. А, ну, да, да, да. Ты такой типа, ну, конечно, газ-мяс. Вот. И там вот все такое, понимаешь? Я всегда слышала, как бы, пост-титры или заставка, где актеры, и там подписано Брэд Питт. Нет, по-моему, или человек, который играл с Галустяном вот скетча Харамшан, Равшан и Джамшут, вот его подписывали Брэд Питт. Брэд Питт? Да, да, по-моему. Короче, мы нажимаем на все ностальгические клавиши. Да, мы нажали. За все струны. За все струны. Спасибо большое. Отлично посидели. Спасибо. 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 Спасибо большое. Юрий нанес ответный удар, ребят. Спасибо.